Дорогие друзья, уважаемые товарищи, милые, счастливые, помолодевшие, пионеры и пионерки. От души приветствую вас, поздравляю. Этот зал давно не видел такой чудной, живой, свежей, интересной, умной, сияющей аудитории. Пионерия – это лучшее, что изобрело человечество на данной планете. Я недавно с восторгом смотрел на парад победы, поклонился памяти всех героев, прошли нашим бессмертным полком, из которого мы никогда не уходили за последние 25 лет. Все дети, старики, женщины, живые и мертвые подняли защиту нашей великой победы, всего лучшего, что создала великая советская держава. Я смотрел на лица тех, кто был изображен на фотографиях, портретах, и с восторгом думал, что именно это поколение, поколение, которое воспитано пионерией комсомолов, и мы на ней впитали в себя тот дух, дух Великого Октября, дух русских традиций, то, что всегда обеспечило нам тысячелетней историей самые выдающиеся победы. Я хочу поблагодарить вас всех, что вы остались верны этим традициям, и заявить, что как лидер коммунистовой фракции нашей обязан перед вами сделать маленький и короткий отчет. Именно по вашему предложению, предложению Тяжельникова, Паскукова, Мишина, Шмойлова, целого ряда других талантливых деятелей культуры, Иосифа Давыдовича Кобзона, я у президента сумел подписать его указ, по которому два года назад принято решение воссоздать все детско-юношеские организации во всех учебных заведениях страны. Я не сегодня буду, не знаю, что я вас буду. Уже очередное воскресенье мы до Красной площади, а это единственный праздник, где нам отдают на целый день Красную площадь. Будет принято вновь пионеры 5 тысяч детей со всей страны. Они приедут в Крыму, Крыму, Донбассу. Это настоящий праздник. Я благодарю средствам массовой информации, которые 20 лет назад, когда я впервые проводил эту операцию, скупо молчали, сегодня они с восторгом приходят на наш праздник и с удовольствием показывают на телеэкранах, ибо пионерия всегда учила добру, справедливость, уважению к старшим, великолепному труду. И эта традиция ваша продолжается. Я обязан вам доложить, что по нашей инициативе 3 года назад президент принял решение и взял под федеральное крыло Артек. Он был в трудном положении. Мы там 2 года, освоили 10 миллиардов, и в этом году уже там отдохнет 38 тысяч пионеров, как в лучшие советские годы. Я хочу поблагодарить Кобзона вместе с Мишиным Шмойловым, которые воссоздали движение «Дети России, детям Донбасса». И мы за эти годы отправили на Донбасс 61 конвой, 8 тысяч тонн медикаментов, продовольствия, одежды, всего, что нужно. И сегодня еще хочу вас порадовать и себя тоже. Сегодня у нас тройной праздник. Сегодня впервые в парке культуры имени Горкова, возрожденном, восстановленном. Наша Иркутская легендарная область, которая является воротами промышленно-экономическими, культурными не только в Сибири, но и в Азию, сегодня там проводят первую свою уникальную выставку. И они просили иркутяне передать вам привет и поздравить с Днем Пионерии. Сегодня наша команда, моя команда выиграла первенство Российской Федерации в высшей лиге по мини-футболу. Команда КПРФ стала чемпионом Москвы, это вам всем большой наш фиолетовский подарок. С праздником, удачи, добра и новых подвигов и побед. Спасибо.